Поход по реке Нерль-Клязьминская продолжается после руин ГЭС. Одиночный сплав на байдарке по реке Нерль проходит по приятным местам. На левом берегу сначала попадается стоянка с автоподъездом, а через несколько минут сплава и место, на котором останавливаются только туристы или рыбаки, пришедшие по реке. Вдоль берега много земляники растет, соответственно, в сезон, там в июне, здесь, наверное, весь берег ароматно пахнет и можно собирать вкусные ягоды. Вот такой лес трава, сосны, березы. Костровище с камнями, что, в принципе, очень удобно для готовки. Такой шалаш на этой стоянке. Причем странное сооружение, если бы это делали дети, для детей это слишком сложно. Если бы это делали какие-то профессиональные выживальщики, то тут халтура, поскольку помимо еловых веток используется полиэтилен. Сооружение примечательное, его видно с реки. То есть оно может быть ориентиром этой стоянки. Такое лежбище было под этим шалашом. Может, его, конечно, какие-то рыбаки или охотники делали этот шалаш, но странно, поскольку автодорог сюда нету. Байдарка спущена на воду, и сплав по Нерли продолжается. Удобных выходов на берега нет. Сложно выбраться даже к рыбацким конструкциям на левом берегу. Справа видна простреленная табличка со схемой охотничьих угодий и устья реки Селикша. Иворовское охотхозяйство на правом берегу. Вскоре после охотхозяйства удобный выход на правый берег. Поляна для автопикников. Справа родник, в котором можно набрать питьевой воды. Ниже, по всему течению Нерли, родников больше нет. Несколько следующих километров пейзаж достаточно скучен и однообразен. Деревня Быстре на правом берегу. Вскоре после нее на левом деревня Мышкино с разрушенным мостом и лодочным паромом. Перед устьем Ухтемы – перекат. После впадения полноводной реки Нерль становится широкой и медленной. Крупное село Мирславль на левом берегу. После него предстоит обнос руин плотины возле деревни Новая и продолжительный сплав по безлесному и населенному участку. Дно реки становится илистым, вода мутной, течения практически отсутствует. После прорыва плотины в поселке Петровский река сузилась и несколько последних километров маршрута на берега приходится выбираться через трех-пятиметровую полосу глубокой вязкой грязи. В Петровском можно устроить антистапель на правом берегу вскоре после церкви, но дойти до разрушенной плотины и осмотреть ее интересней. Место для разборки байдарок расположено на правом берегу в нескольких метрах перед плотиной. От станции Петровская ходят поезда до Иваново, Москвы, Юрьев-Польского, Кинишмы и Александрово. Редактор субтитров А.Семкин